Неделя нас ждет беседа о глютене, очень наболевшая тема у многих. Также мы поговорим о воде во время еды и разберемся с магическими ягодами Годжи. Итак, первый вопрос у нас от Анастасии, которая просит меня поделиться своим мнением о вреде глютена. Она пишет, что сейчас эта тема в России набирает популярность. Она наносилась на пару статей, которые она ей привела. Я не рассматриваю эти статьи как истину в последней инстанции, но у меня не идеальное здоровье, я хотела бы попробовать как эксперимент безглютеновую диету на пару месяцев, чтобы потом посмотреть на состояние организма, кожи, настроения. Целякия – это заболевание, которое имеет кинетическую предрасположенность, что значит, оно может открыться в любое время вашей жизни, то есть в детстве, может быть уже в юношестве или в более взрослом возрасте. Это полная непереносимость глютена, и симптомы могут быть от ужасных до не сильно проявляющихся. Также есть такие вещи, как непереносимость глютена, не связанная с целякией, и, например, аллергия на пшеницу. Эти все заболевания и моменты довольно-таки разные, но симптомы у них схожи, такие, как газ, вздутие живота, боли в животе, понос и еще много другого не очень приятного. И люди часто думают, что это может быть временное или из-за каких-то продуктов, не подключая сюда глютен. Поэтому некоторые люди даже не знают, что у них есть целякия. В общем-то, диагностируется целякия у одного человека из ста, иногда даже одного из трехсот. Естественно, разные сведения из разных источников. И поэтому люди с заболеваниями должны избегать, естественно, всех этих продуктов. Однако мы здоровые, которые более-менее можем переносить это. Стоит ли нам избавляться от глютена в нашем рационе? Глютен — это протеин, который содержится в овсе, ячмене, пшенице и рже. Реакция на злаковые у каждого организма разная. Поэтому никто не может вам сказать, стоит вам переходить на глютеновую диету или нет, если у вас нет этих заболеваний. Как влияет глютен на ваше тело и как злаковые влияют на ваше тело? Это довольно-таки большая тема, в детали которой я сейчас не буду опускаться. Поэтому я скажу о некоторых моментах, за которыми вы должны следить. Если вы всё-таки выбрали для себя безглютеновую диету. Или если вы ограничиваете количество глютена в вашем организме. Факт номер один — это то, что учёными было выяснено, что люди, которые находятся на безглютеновой диете, чаще имеют лишний вес. И всё это связано с тем, что продукты, которые вы покупаете без глютена, обычно не содержат клетчатку. А клетчатка отвечает за наше насыщение. И поэтому, хочешь не хочешь, а без клетчатки нужно вдвое точнее контролировать свои порции. Факт номер два — это то, что у людей, кто переходит на безглютеновую диету, часто срабатывает галлоэффект. Это такой эффект, который означает, что мы делаем неправильные выводы, основываясь на какой-то неточной или неполной информации. Когда мы видим продукты, на которых написано «безглютена», у нас на подсознании появляется картина, что они намного полезнее, и мы съедаем их больше, чем мы съели бы простых каких-то продуктов. И факт номер три — это то, что маркетологи не дремлят. Однако все эти печенья, вафли, булочки, всё, где написано «глютен-фри», это не значит, что они полезны. Дело в том, что печенье, оно и есть печенье, оно содержит сахар, жир, ну и муку без глютена. В общем-то, полезное в этом только, скорее всего, то, что оно без глютена, если у вас проблемы с глютеном. А всё остальное, этот жир и сахар, всё также влияет на наш организм, повышает сахар и, в общем, влияет плохо. Поэтому обратите внимание, что если где-то написано «глютен-фри», это не значит, что этого можно есть много, это не значит, что это полезно, это просто значит, что в нём нет этого протеина, на который у вас есть или нет какой-то реакции. Если же вы хотите поэкспериментировать и попробовать уменьшить количество глютена в вашей рационе, почему нет? Уменьшите количество зерновых, что, в общем-то, и так входит в правила хорошего питания, и посмотрите, как вы будете себя чувствовать. Скорее всего, даже лучше, потому что, как мы уже говорили, зёрна имеют и другие побочные эффекты, которые раздражают наш организм. Поэтому, чем меньше зерновых, тем лучше. Конечно же, если вы любите такие вещи, как киноа, пшено или гречку, например, никаких проблем нет с тем, чтобы их использовать. Просто стоит попробовать ограничить сначала простую выпечку, и это же касается даже цельнозерновой выпечки. У меня лично нет проблем с глютеном, но я ограничиваю себя в булочных изделиях, не только в булочных изделиях из белой муки, но и также в цельнозерновых. Следующий вопрос у нас от Даши. Оксан, как ты считаешь, можно ли пить во время или сразу после еды? Якобы это разжижает желудочный сок и ухудшает пищеварение. Но говорят и то, что вода стекает по стенке желудка и проходит дальше, и уже там всасывается, то есть нет проблемы. И относишь ли ты жидкую пищу к тем 1,5-2 литра в день, что надо пить? Или только чистая вода? Окей, это супер вопрос, его задают просто уже, наверное, миллионный раз, и я постоянно отвечала лично в комментариях, но теперь время огласить ответ. Нет ни одной причины, почему вы не можете пить во время еды или до еды, или даже после еды. Дело в том, что представьте себе, фрукты и овощи, они состоят на 97% из воды. И если бы вода мешала нам переваривать, то что же бы вы делали с бедными фруктами и овощами? Итак, понимаете, да? Вода не мешает никакому перевариванию. Напротив, очень часто, если вы, например, следите за калориями или пытаетесь уменьшить количество калорий, съеденных за раз, советуется и используется практика воды. То есть вы выпиваете стакан воды до еды или пьёте во время еды, что поможет вам насытиться быстрее. Естественно, если у вас проблема с тем, что вы не можете, наоборот, набрать свой калораж, если вам нужно поправиться и вы пытаетесь съесть больше калорий в один раз, то, естественно, вам не стоит пить во время еды, потому что вы быстрее начнёте чувствовать, что вы уже наелись. Сразу решила ответить на несколько вопросов, касающихся воды, потому что их было много и различных. Оксана, а сколько воды можно пить за раз? А то я слышала, что много воды может растянуть желудок. Та-да! Итак, больше воды всегда лучше. Да, я это сказала. Дело в том, что вы точно не сможете выпить больше воды, чем вам надо. Вот, ну, это нужно постараться на самом деле. Поверьте мне, больше воды лучше, чем меньше воды. Вариант с растягиванием желудка и перенасыщенностью водой, скорее всего, не пройдёт. Дело в том, что если вы будете пить больше воды, вы будете себя чувствовать лучше, ваша кожа будет лучше, от этого вы не потолстеете, также от этого не будет похмелья. И, в общем-то, даже пить больше воды поможет организму не удерживать воду в организме. Поэтому больше воды лучше. Единственная проблема, когда больше воды не лучше, это когда вы находитесь, может быть, в путешествии или в дороге, и рядом нет туалета. Вот тогда, может быть, это проблемой. В целом, больше воды проблемой не будет. Что по поводу 8 стаканов и 2 литров? Для нормального человека при нормальных условиях 8 стаканов или 2 литра воды – это нормальное количество воды, которое нужно для его нормального существования, дыхания, работы организма и всех этих процессов. Однако, стоит ли получать эти 2 литра чистой воды или... Да, на самом деле, еда, овощи, дополнительные напитки – это всё включается в эти 2 литра. Это всё включается в ваше гидрирование. Поверьте мне, я всеми руками и ногами только за то, чтобы вы пили больше чистой воды, но если вы ели суп, пили кофе, чай, ещё какие-то напитки – это всё включается в ваши 2 литра. Поэтому не стоит, конечно же, себя затапливать, если вам не хочется пить эту воду. Ещё один важный момент по поводу воды – это то, что многие думают, и этот миф всё ещё никак не может умереть, что чай и кофе обезвоживают вас. Да, они являются диалоритиками, но они также и приводят воду в ваше организм. Если вы на постоянной основе регулярно пьёте чай и кофе, то для вас кружка кофе будет также равноценна кружке воды, то есть ваш организм получит столько же воды, как если бы вы выпили стакан кофе. Если же вы не пьёте кофе и чай, то, выпив чашку кофе, она будет приравнена к 2 третьим стакана, то есть немножко меньше, чем если бы вы выпили стакан воды. Но в целом, если вы пьёте какие-то напитки, они удаляют жажду, и вы получаете свою воду. Ещё несколько важных моментов про воду, чтобы уже точно разобраться со всем этим. Со временем, с возрастом, наше чувство жажды ухудшается, поэтому, когда мы становимся старше, нам нужно более контролировать свой уровень воды в организме. Это можно делать очень просто, идя по-маленькому, вы обратили внимание, что моча у вас светлая, значит всё нормально, и если тёмная, значит нужно пить больше. Ещё важный момент, это то, что если у вас сильная жажда, и вы часто ходите в туалет, то это может быть причиной развивающегося диабета. Так что, если вы заметили такое за собой, обязательно обратитесь к корчу. Если же вы находитесь в таких условиях, где жарко и сухо, или сильно много и долго тренируетесь, то, естественно, вам нужно пополнять свой уровень воды в организме так часто, как нужно. И к этому же относится факт номер 4. Тогда, когда вы сильно много тренируетесь, и очень много потеете, вам нужно пополнять уровень калия и натрия, чтобы не заработать себе такое состояние, как гипонатриемия. Надеюсь, я вам разъяснила самые важные моменты о воде. Так что, пейте воду, пейте всё, что вы пьёте, ешьте суп, фрукты, и не заморачивайтесь сильно на эту тему. И если вы хотите пить, пейте. И вопрос номер 3 о ягодах Годжи. Расскажите, пожалуйста, о ягодах Годжи. Сколько раз натыкалась на них в интернете, и постоянно там куча отзывов. Что-то вроде за несколько месяцев сбросила 30 кг. Я даже пробовать не собираюсь, но узнать, что это такое интересно. В прошлый раз мы с вами уже обсудили экстракт зелёного кофе и зелёные бобы кофе, которые были маркетированы как похудательное средство и вообще супер-еда. Сегодня мы поговорим ещё о двух видах супер-еды, которые, опять-таки, очень сильно маркетированы. То есть, медиа кричит и пишет об этом везде, и, как ни странно, опять-таки, все исследования только со стороны производителя. Эти две вещи — это ягоды Годжи и ягоды Асайи. Заявлено, что эти ягоды имеют очень много полезных нутриентов и что они просто супер-еда. Так как это вызвало очень много интереса среди народа Америки и Канады, Ассоциация защиты потребителей сделали свои опыты и исследования и обнаружили, что ягоды Асайи и все приписанные к ней волшебные качества не подтверждаются в исследованиях. И там уже дело дошло до суда. С ягодами Годжи немножко лучший вариант. Естественно, то, что было заявлено, что ягоды Годжи лечат все раки и другие заболевания, этот факт был опровергнут. То, что эти ягоды содержат антиоксиданты, которые хороши для нашего тела, и другие витамины — это естественно. Но также другие витамины и антиоксиданты содержатся и в других ягодах и фруктах. И нельзя выбрать ни один из этих фруктов и сказать, что вот только он поможет вам спать лучше, похудеть, быть более энергичными и так далее. Сами понимаете, что ни один фрукт не может дать нам все, что мы можем получить в сбалансированном питании. Поэтому ягоды Годжи, да, они хорошие, может быть, действительно, в них есть антиоксиданты, которые хороши для нашего тела. Но, как мы помним с прошлого раза, слишком много антиоксидантов для нашего тела тоже нехорошо. Поэтому, если мы будем получать различные антиоксиданты из различных ресурсов, это будет как раз-таки наилучшим вариантом для нашего тела. Поэтому, если вам нравятся ягоды Годжи, можете их грызть, можете добавлять их в свои полезные мюсли, которые вы делаете сами. А что насчет соков из этих ягод, так это все уже должны понимать, что как и сухие ягоды, так и соки, они уже, естественно, потеряли очень много своих нутриентов. Съев одно яблоко, вы получите такое количество витамина С, для которого вам нужно выпить 4 стакана сока из ягод Годжи. Понимаете, да? И еще я хотела сказать, что не забудьте, что все сушеные фрукты и ягоды всегда содержат больше калорий по объему. То есть, маленьких ягодок, как изюм даже, например, этих Годжи можно съесть намного больше, чем если вы бы съели свежих фруктов. И поэтому количество калорий, потому что все это сжато в маленькой упаковочке, может быть, ого, какое огромное. Не забывайте об этом. И когда вы едите орехи и другие сушеные ягоды и фрукты, они просто маленькие бомбочки сахара и калорий. На этом у меня все на сегодня. У всех желающих присоединиться к нашему курсу Тела Мечты, прошу зайти сюда и ознакомиться с тем, что вас ждет. А со всеми остальными я увижусь в следующем видео. Пока! Огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, это видео было полезным для тебя. И если оно тебе понравилось, также смотри другие выпуски «Спроси у Оксаны». И не забудь подписаться на мой канал, чтобы смотреть и другие видео. Всех супер отличного настроения! Субтитры сделал DimaTorzok